Здравствуйте! В эфире Вести образования. Программа, которая поможет вам с легкостью ориентироваться в современной системе образования республики. Смотрите сегодня в программе. Молодые, но уже не зеленые. На какие магниты пытаются зацепить молодых учителей школы Чувашии, чтобы вчерашние выпускники задержались там надолго? К бизнесу все возрасты покорны. Какие способы заработать придумывают изобретательные подростки? Удается ли совмещать работу со школы? И как к юным бизнесменам относятся их родители? По статистике в России больше половины выпускников педагогических вузов не идут работать по специальности. Отсюда дефицит кадров в школах и детских садах, которые с годами переходят в хроническую форму. Какие способы заманить, главное удержать молодых педагогов, ищут в школах и вузах республики. Пеналы положите, пожалуйста, на стол. Дефектолог Татьяна Мегушова работает в 19-й школе третий год. Вспоминает, в 2015-м, когда она только получила диплом Чувашского педуниверситета, первым делом пошла узнавать о вакансиях в школу около своего дома. Девушку сразу взяли на работу. Первые три года работы педагог в школе является молодым специалистом. То есть это существенно сказывается на зарплате. Это надбавка для молодого специалиста. Большая поддержка со стороны более опытных коллег. Это и наставничество. То есть за молодым специалистом закрепляется, как правило, более опытный другой педагог, к которому всегда можно обратиться за помощью и поддержкой. Татьяна работает с классом, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. На первый взгляд, они обычные школьники, но у них есть трудности с памятью, вниманием, речью и опорно-двигательным аппаратом. Сейчас урок у четвертого класса. Направила на эти ваши указатели, средним, безымянным, мизинчиком. Эта методика с элементами самомассажа помогает развить мелкую моторику ребенка. Асимметричное рисование – межполушарное взаимодействие. Такой способ должен разбудить мозг, и ученику будет проще усваивать школьную программу. В более старшем возрасте многие даже смогут учиться в обычных классах. Становитесь, становитесь. Становитесь. Всего полгода назад Артем Мартынов был студентом. А сегодня уже Артем Сергеевич сам учит детей дисциплине и правильно выполнять физические упражнения. Пока зауразнен. Хотя пока его самого легко перепутать со школьниками. Молодой физрук родился в деревне Починок и Нелли Комсомольского района. Сразу после школы поступил в сельхозакадемию на агронома. Но в конце учебы понял – его призвание – учитель. После армии Артем прошел переподготовку в Чувашском педуниверситете и получил диплом преподавателя физкультуры. С этого учебного года он трудится в родном Комсомольском районе. В этой школе всего лишь два месяца. Но чувствую, что ребята меня приняли. Решил взять классное руководство. У меня девятый класс, там пять ребят. В конце этого учебного года им придется сдавать государственный экзамен. Поскольку я сам, можно сказать, вчера сдавал эти госэкзамены, я постараюсь их поддержать. Будем сдавать вместе. Как молодой специалист, у него ставка повышенная. Коэффициент у него 0,5. И значит, он получает. Потому что у него уже ни стимулирующих, ни других выплат нет. И поэтому, как молодой специалист, по закону там есть надбавки. Мы ему дали наставника. Это вхождение вчерашнего ПСК в сегодняшнюю жизнь. Знакомить именно полноценной работой в школе. Чтобы у молодых специалистов был стимул работать в районах республики, сельские учебные заведения заключают со студентами договоры о целевом обучении. То есть школа выплачивает студенту дополнительную стипендию, а тот после окончания вуза обязан проработать три года. Они выделяют деньги на социальную поддержку наших студентов. Ежемесячные стипендии. Это оплата проезда до школы во время практики. Это оплата педагогов, которые сопровождают наших студентов во время практики. Разные формы. А, еще самое главное. Районы оплачивают вторую, третью профессию, которую студенты обучают в вузе. По такой программе Найля Шамбазова сейчас заканчивает университет. Родом девушка из села Шигурдан Батаревского района. И после окончания вуза она вернется на родину и будет работать в местной школе учителем начальных классов и информатики. Последнюю специальность Найля получила параллельно с основной. Целевое направление удобно тем, что после окончания учебы нам предоставляется место работы. Я уверена, что не останусь без работы. Поддерживают молодых специалистов не только в вузах и школах, но и в профильном ведомстве. На базе Республиканского института образования уже четвертый год работает школа молодого педагога. Это 72-часовые курсы повышения квалификации. Эти курсы повышения квалификации проводятся не в традиционной форме, они проводятся в форме интерактива, когда молодые педагоги могут получить какие-то новые знания, отработать свои умения и навыки, полученные в стенах образовательных организаций, где они получали высшее образование. Они могут пообщаться вместе и, соответственно, задать максимально, получив профессиональные ответы на те вопросы, которые их интересуют. Статистика показывает, чтобы адаптироваться и закрепиться на новом месте, молодому педагогу требуется три года. Задача чиновников и руководителей учебных заведений создать начинающему учителю максимально комфортные профессиональные условия. И, как говорят сами вчерашние выпускники, такую поддержку они ощущают в полной мере. За летние каникулы 13-летний Глеб Ермолаев заработал 80 тысяч рублей. Продавал цветы по всей стране через социальные сети. Сейчас, в разгар учебного года, он продолжает успешно развивать свой бизнес и при этом учиться в школе на одни пятерки. Как ему это удается и одобряют ли родители такой образ жизни? Историей своего успеха юный бизнесмен поделился со сверстниками. «Я просто любил дарить маме цветы», – так начинает рассказ создания своего дела 13-летний Глеб Ермолаев. В начале лета его любовь к прекрасному вылилась в целый бизнес. В первый же день каникул мальчик обошел все ближайшие цветочные палатки в поисках поставщиков. Но предложение о сотрудничестве от 13-летнего подростка невысокого роста, да еще и с дрожащим голосом, никто не принимал. За помощью Глеб обратился к знакомому постарше. Теперь в цепочке «Клиент-поставщик-курьер» – 13-летний подросток, связующее звено. И в его подчинении находятся три человека. Было всего пять тысяч, то есть нужно было на дизайнера и на рекламу. И эти деньги мне подарил папа на день рождения. То есть я копил и вот с подарков родителям. У нас есть доставка по Москве и Чебоксарам. Канал продаж – это Инстаграм. То есть в Инстаграме весь ассортимент, который предоставлен в Инстаграме, и клиент связывается, мы связываемся с поставщиком, и уже курьер отвозит букет клиенту. За три месяца юный бизнесмен заработал 80 тысяч рублей. Большая часть прибыли пришлась на 1 сентября. «Я обзвонила всех старых клиентов, которые меня заказывали, и сделал, плюс некоторым друзьям позвонил, ну и так же это 1 сентября было. Вот за этот день, это где-то было 27-28, я заработал 30 тысяч оборотов». Сейчас, когда занятия в школе идут полным ходом, Глеб продолжает вести бизнес. Прибыль, конечно, снизилась, ведь в приоритете на данный момент учеба. Но на карманные расходы хватает, говорит мальчик. Кстати, родители юного предпринимателя его идею не поддерживают. Говорят, что все силы сейчас должны быть направлены только на уроки. А Глеб, в свою очередь, чтобы доказать маме и папе, что успешным бизнесменом может стать даже школьник, закончил первую четверть всего с двумя четверками. Все остальные предметы Глеб знает на отлично. На осенних каникулах юного бизнесмена в качестве эксперта пригласили на тематическую смену «Ты предприниматель», которая прошла на базе лагеря «Солнышко». Там собрались старшеклассники, у которых тоже есть свои бизнес-идеи, но не хватает смелости или опыта, чтобы воплотить их в жизнь. Больше половины участников смены хотят развивать свое дело в интернете. Именно там 15-летний Саша Павлов за лето заработал 65 тысяч рублей. Он продает одежду, копию известных брендов, которая есть только в Америке. Все одноклассники хотели эту одежду, я хотел эту одежду, все мои друзья хотели эту одежду с параллелью, взрослые тоже. То есть они просто искали место, где ее купить, то есть это где-то в интернете искали и так далее. Я подумал, а почему я не могу привозить это в Чебоксары и продавать? То есть дать возможность детям, школьникам, более старшим людям, 14-16 лет где-то у нас аудитория, почему им не дать возможность одеваться в Чебоксарах? Схема работы простая. Клиент в социальной сети делает заказ. Поставщик отправляет в Россию одежду из США и Японии, а уже до Чебоксар его доводят курьерские службы, с которыми сотрудничает Саша. Вообще на лекции несколько раз прозвучало. Сегодня социальные сети – одна из самых удобных и выигрышных платформ для ведения бизнеса. За 4 дня смены, кроме мастер-классов и тренингов, старшеклассников обучили основам ведения бизнеса в рамках федеральной программы «Ты предприниматель». Именно в лагере некоторые школьники поняли, их проект достоин того, чтобы представить его на конкурсе грантов. Проект «Ты предприниматель» в Чувашии появился в 2012 году. За это время обучение по ней прошли более 5000 человек от 14 до 30 лет. В общей сложности в республике им удалось реализовать больше 100 новых бизнес-направлений. На этом все. Смотрите программу «Вести образования», чтобы быть в курсе, по каким правилам работает система образования Чувашии и что должны знать ученики, дошколята и их родители. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова